Думаю, друзья, многие из вас хотели бы иметь такую картинку у себя. Вот она же, но покрупнее, там большая такая висит. Вот, пацаны, девушка накурилась. Такое ощущение, что без наркотиков тут не обходится. Как-то вот так все это наводит на мысль. Чистой красоты. Нет, я твоя белая горячка. Да, ты, говорит, моя золотая рыбка. Нет, я твоя белая горячка. Ну что же, может быть, эта задумка хорошо передана авторам. Это принты на очень тоненьком металле. Я вот так подошел, у меня было ощущение, что вообще это картон. Но он так блестит, понимаете? И на удивление. Вот, казалось бы, петух, такая простая штука в целом-то. Ну что петух? А такой невероятный. А это калибри, это в три раза больше, чем настоящий, или в десять раз больше. Да, да, намного больше. Я не показываю вам всех именоделин, так, между делом, просто чтобы вы так общее впечатление составили. Так. Такие воздушные цветные шарфики. Очень тонкие. Вот тоже шарфики. Совершенно очаровательные, надо сказать. Очень симпатичные. На челоке смотрится как-то малое на баде. Это бетонный такой, бывший корабль. Он раньше плавал, а сейчас стоит там, развалился. Как будто лицо было. Так его красиво сняли, да. А это в Капитоле, велосипедная аллея такая. Есть такое место. Чего только не сделаешь из дерева. Видите, как и нарды, и держалка для бутылочки. А это было 100 плюс. Да. И доски для кухни, для разделки. И шахматы. Красиво. Таких красивых досок, даже трех разделить. По твоему я начал это еду. Да, жалко на такое разделывать, это правда. Но можно ее так поставить, чтобы она стояла, как будто ты на ней разделываешь, а она просто красивая. Лично, да. Если место есть. Да, это просто. Красиво. И вот этот тоже очень классный. И тут два триптиха таких очарования. Смотрите, вот такие волны. И вот растения. Не знаю, как назвать, но очень мило. И вот маслом человек рисует. Потрясающе. Это такие вот, не поймешь даже что. Но так, для вдохновения. Есть какая-то, друзья, магическая связь между женщиной и сумкой, женщиной и обувью, женщиной и шоколадом. Вот здесь мы видим, вот мы видим это все. Скажи. А в чем прикол? Я в свое время покупала свои такие сумки. Да. Они мне очень нравятся. Потому что при видимом, как бы, небольшом размере очень, да? Да. Они очень объемные. Потому что... Там очень много карманов. Там очень много карманов всевозможных. Это делается из такого кожзаменителя? Да. И та компания... Нет, это не кожзаменитель. Это натуральная кожа. Да. 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 Натуральная кожа. Поэтому оно еще дороже стоит. Зато вот эти можно стирать, а это, наверное, нельзя сделать. А вот у тебя там какая-то такого же плана, да? Ну да, но у меня кожзаменитель, ее можно стирать. Ага. А это стирать нельзя. Ну вообще... По чем вещь? 200 долларов. Ты что, в серьезно, что ли? Да. За сумочку? Да. Но я тебе скажу, что это не жалко. Потому что это очень удобная вещь, чтобы руки были свободны. Я бы себе такого купила. Потому что вот эта компания вышла из бизнеса. Ага. Они ретайлились. Они ушли на пенсию. Вышли на пенсию. Это тоже такие же дизайнеры были, продавали на ярмарке. Да, мы так и купили несколько раз. Я потом у них на сайте заказывала. Да, весь смысл этих сумочек был в том, чтобы сделать ее очень маленькой по размеру. Да. Но очень вместительной. Но за это время технологии ушли вперед, и появились мобильные телефоны, которые нужно хранить. И вот такой маленький, он уже не очень помещается. Ну потому что он крупный. Ну он не очень крупный. Но может быть у них есть немножко поменьше. Вот они, друзья. Эти сумки 21 века. Я думаю, что часть из них это из кожезаменителя. За 195 долларов. А это натуральная кожа. Вот здесь видно, что это кожа. Но вот эти, наверное, цветные, они из заменителя. Но мы сейчас посмотрим. Какое название. Ой, винодельня. Смотрите. 37-я параллель. Вот, друзья, шляпы. Женские, мужские, с понтом, со всеми делами. Я думаю, может быть, взять что-то нам для съемки. Пистолетом. Я думаю, что это они выпендриваются. Ну как же, вот пистолет лежит. Я понимаю, но выпендриваются. Выпендриваются. И надо сказать, что народу много. Смотри, все-таки шляпы популярны. Давай, я сейчас попробую что-нибудь померить. Смаривай пока. Вот, друзья, не смог пройти по... Как она под жилеточку подошла и как все... Это чисто хуже. Это чисто хуже. Покажи, как оно в гибель складывается. Складывается. Оно легко складывается. Если нужно там перевозить, оно легко складывается. Я сейчас вам покажу еще одну очень интересную шляпку. Ты хочешь, чтобы веревочка... Мистер Твистер, бывший министр. Ты знаешь, что, это, наверное, для измочника какой-то. Она здоровенная. Значит, вот такие шляпы, надо сказать, прикольные есть. Hi. How are you? Что, друзья? Это с кармашком для мелочи. So, what kind of hat is it? Hey, is it top hat? It looks like a processional stuff. It looks like a professional stuff. It's full sensor. It's taken out. So, right. Сейчас мы другую найдем. Это, это, друзья. Может, вас, может, добавить. Маленькая мне. Маленькая. Слушайте, тут есть вообще шикарные. Ты только все шляпы, не ирони тут. Нет, но это некрасивая. Некрасивая? Она очень странная. Что она? Странная. Тут странных очень много. Вот, например. О, вау. Да. А если мы говорим о странных шляпах... Мне нужно больше места. Однажды немножко отойдут. Плохо видно против солнца. Против солнца плохо видно. Так, пожалуйста. Ну, как лучше. Ну, мне будет очень жарко в таких шляпах. Мы выбрали одну, которая самая цивильная, которая имеет дырочки для того, чтобы вентилировать жаркий воздух. Ничего не видно против солнца вообще. Давай поменяемся местами. Так, пишет какой-то ошибка. Это потому, что мы быстро двигаемся. Он говорит, что ты быстро двигаешься. Ой, тут тебе, ты сам, для пуль и какое-то снадобие отравить сколько-то. Это для золота. Для золота. А там еще отравить кого-то снадобие какое-то. Не отравить, это реактивность для определения золота. Ну, это класс. Да, друзья. Чем, друзья, можно закончить наш репортаж? Вот, праздником жизни. Потому что все, что мы сегодня снимали, это просто праздник жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова